Сегодня мы беседуем с кандидатом физмат наук Виктором Анатольевичем Чуриковым и мы обсуждаем его работы по дробному анализу. Сегодня мы беседуем о дробном анализе. Беседуем с кандидатом физмат наук Виктором Анатольевичем Чуриковым. Это очень интересная область, имеющая много применений в практической физике. И сегодня мы попытаемся с ним разобраться и донести до более широкой, так сказать, публики, что это такое, почему это полезно и какие могут быть у них применения. Ну, наверное, чтобы понять, что такое дробный анализ, давайте каратенечко скажем, что такое классический анализ. Подробным анализом понимается такое обобщение классического анализа, где производные интегралы имеют любой вещественный порядок. Ну, или в частности порядок может быть и комплексным, то есть комплексные числа, а в ряде случаев это перемен, вернее, порядок производный и интегралы может быть переменным. Ну, не во всех случаях. Да. А если это сказать человеческим языком? Ну, тот, кто изучал высшую математику, начало высшей математики, начало анализа или, как говорят, дифференциального интегрального сочинения, то там должны помнить, что у нас есть производные первого порядка, производные второго порядка, которые получаются из производных первого порядка и так далее. Потом бывают интегралы, которые можно тоже функцию раз проинтегрировать, О, давайте я буду вашим переводчиком. А ученый говорит, что когда существуют некие зависимости между чем-то и чем-то, то их можно изобразить графически. Да, это функция. Ну, в частности, одна из форм представления функции – это график функции. Ну, можно в виде таблицы, можно в виде каких-то уравнений, либо решения этих уравнений в виде каких-то таблицей. Мы можем записать это в виде формулы, то есть, которую мы называем уравнением, в которой есть две части, и они равны друг другу. Да-да. Вот. Либо тоже уравнение практически любое. Мы можем изобразить графически, отмечая одну переменную по одной оси, а другую по другой. Мой добрый знакомый Рене Декарт, он предложил систему координат. Да. И вот с тех пор, когда в четвертом классе нам сообщили, что существует понятие функции, свет в моем мозгу выключился и не включался до самого взрослого возраста, пока я сам не разобрался, что же такое функция. Функция – это очень просто. Это когда есть две вот таких переменных, и не обязательно две, их может быть больше, и между ними существует некая зависимость. Да. А сейчас… Да, я перевожу вас. Да, пожалуйста, продолжай. Ну, в математике это называется отображение одного множества на другое множество. Вы еще сказали, вот вначале вы уже сказали слово интеграл, поэтому я хочу перевести то, что вы сказали дальше. Вот. Когда функции линейные, то все посчитать очень просто, и ребенок может. Да. Когда у нас соотношение абсолютно линейное, то на графике мы можем нарисовать простую геометрическую фигуру, типа, допустим, параллелепипеда или этого… Прямая линия, или отрезок прямой линии. Отрезок. И поэтому формулы уравнения для таких кривых, они очень простые. Да. Да. Но в природе почему-то у нас прямых очень мало. У нас вся природа состоит из сплошных кривых. Да, честно говоря, мы сами сплошные кривые и ценим кривые. Знаете, иногда эти кривые бывают такие увлекательные, особенно у женщин. Да. Вот. Красивые обводы бывают, но не только у женщин, у автомобилей, у кораблей. Ну, не знаю, как вы, я еще молодой, мне больше нравится про женщин. Хотя и корабли тоже хорошо. Итак, как только начинаются кривые, то определить площадь под такой кривой становится очень непросто. А задачи практически. Этим занимался Лебнец, этим занимался Ньютон. Причем занимались они это для удовольствия, но к ним обращались совершенно с конкретными просьбами. Например, королевский землемер обратился к Ньютону и попросил сравнить два поля, естественно, неправильных форм. А тогда это было ноу-хау, и они не хотели, Ньютон не говорил, как он это делает. Но он посчитал и сравнил два поля. То есть, как бы интегральное осчисление возникло из чисто, с одной стороны, умозрительных увлечений тех, кто любил математику, как эквилибристику для ума. И с другой стороны, от совершенно практических людей, которым нужно было практически чего-то сделать. А Лебнецы рассказывают историю, что ему пришла идея интеграла, когда он покупал вину. Он увидел, как торговец с вином, тыкая палкой в бочку с вином, немедленно говорил об объеме этой бочки. Да, такая задача была. Его это поразило. И он опубликовал, как раз еще не было слова, ни интеграл, ничего. Он прямо, ну и тогда и публикации не было, журналов не было. Тогда они распространяли письма слами. То есть... Часто письма. Ну, журналы тоже были уже, но мало очень. Ну, поэтому все старые журналы так и называются. Letters, такие-то, такие-то. Потому что тогда человек, совершающий какое-то открытие, он более или менее именитым ученым в своей области рассылал эти письма. И название этой работы было без всяких слов интеграл. Именно там, измерение бочки там и так далее. Ну, это по-русски называется «без бутылки не разберешься». Без бочки не разберешься. Итак, мы пришли к очень простому определению интеграла. То есть задача решить, какова будет площадь под кривой. Под кривой. Если вы ничего не знаете об интеграле, и вам задали такую задачу, и у вас нет ничего, кроме линейки, что вы будете делать? Вы постараетесь разбить кривую как можно больше на более мелкие участки, так, чтобы получились опять ваши любимые простые геометрические фигуры, площадь которых вы можете легко сосчитать. Этим вы займетесь и скажете «О, какой я умный». Но получится, что все время будет неточным. Потому что, как бы вы ни дробили, точно не получится вписать вот фигуры. Интегрирование позволяет разбить, в зависимости от того, какие пределы у интеграла, на определенное, то есть практически бесконечное число вот таких вот вписанных под кривой фигур. И с помощью заранее выведенных формул рассчитать в зависимости от классических разных кривых, найти правильную формулу и таким образом решить задачу. Этим занимаются в большинстве вузов, где преподают интегральное исчисление. А студенты не способны сами вывести такие формулы, они давно уже выведены. И все, что от них требуется, иногда вешают на доску таблицу с такими формулами. И они должны правильно определить тип функции, правильно приложить формулу и посчитать. Вот. Все, я перевел, что вы сказали. Дальше, пожалуйста. Да, все примерно так, только там вот эти вот прямоугольнички, да, это так называемые суммы дорбу, но там можно получить точное выражение, если мы найдем предел. То есть мы должны перейти к пределу. Ну, собственно, это и есть уже высшая математика, основу которой еще заложил Архимед, он уже немножко подошел к этим предельным переходам. Ну, ладно. Но здесь речь идет все-таки сегодня о дробном анализе, когда интегралы и производные уже не являются каким-то целым числом. В классическом анализе это число вообще равна единице. То есть производные второго порядка, производные третьего порядка, они все получаются из производных первого порядка. Ну, то есть последовательно, когда мы вычисляем эти производные, получаем сначала первого, потом второго, потом третьего. Ну, так же и с интегралами. Мы получаем повторные так называемые интегралы. Интеграл первого порядка, второго и так далее. А вот Лейбниц, о котором вы упоминали, в одном из своих писем еще в конце 17 века, Лапиталю, вот, он написал, что вообще говоря, было бы интересно заняться, ну, я уже своими словами, конечно, говорю, обобщить понятие производные и интеграла уже не на нецелочисленный порядок, на дробный порядок. Ну, а, собственно, отсюда и сейчас название пошло. Анализ дробного порядка. Ну, этим, вообще говоря, занимались многие математики. И, начиная еще с 18 века, Леонард Тейлер предложил свой оператор, ну, оператор это способ нахождения дробной производной или дробного интеграла. Ну, я буду еще говорить дробно-интегро-дифференцирование. Подразумеваю под этим сразу и дифференцирование, и интегрирование. Ну, дело в том, что дифференцирование, интегрирование, ну, с точностью до оговорок некоторых, это операции, противоположные друг другу. Вот, если мы берем производную, то мы можем обратно вернуться, взяв первообразную, то есть проинтегрировав это выражение обратно, ну, с точностью до константа интегрирования. Вот, это, кстати, очень тоже, очень важный момент, у математиков был спор, нужна ли она или нет, но, в конце концов, победил Лебниц, который говорил, что она нужна, но и так и получилось. Ну, так вот, желание обобщить классический анализ было, ну, давно уже у математиков, и многие математики пытались этим заниматься. Я уже говорю, начиная с 18 века, этим, в частности, занимался немножко Эйлер, потом Фурье занимался, в 18, в 19 веке, извините, этим тоже значительно больше стали заниматься. Например, Риммон ввел свой оператор, Леувиль, кстати, у них операторы, то есть способ получения этих производных дробного порядка, либо интегралов дробного порядка, очень сильно был похож. Ну, а сейчас оператор немножко модернизировали и стали его называть оператором Риммона Леувилля. То есть, это сейчас самый, наверное, широко используемый оператор дробного интеградифференцирования. Ну, и так далее. Много было предложено таких операторов, и, ну, в настоящее время сказать сложно, сколько их вообще. Ну, я думаю... Можно я переведу, что вы сказали, а вы меня поправите, если я... Хорошо. То есть, источником задач для математиков есть два источника. Либо они придумывают себе задачи воображаемые и подберут их из реальной жизни. Да. С воображаемыми, пусть они сами сидят, это их игрушки. А с реальными я вам приведу простую задачу. У кота хвост дергается. Если этот хвост дергается, переложить движение кончика хвоста, координаты кончика хвоста в трехмерном пространстве и попросить, какой функцией описывается это движение. Да? Это уже... Можно так. Добольно сложное, да. Или взять фрактал, допустим, фрактал, это когда повторяющаяся структура на разных уровнях все повторяется и повторяется, скажем, дробится. Мы можем привести в природе много есть, допустим, географическая карта, да, или... Ну, там много примеров, да, можно... Вот я вас немножко перебью. Есть люди, которые занимаются фракталами, некоторые говорят, что вообще все фрактал. А другие математики фракталы не любят вообще, они говорят, что фракталов нет. Ну и действительно, в природе их на самом деле нет. Есть только некоторые объекты, которые мы можем в некотором приближении считать фракталами. Да, природа не любит однообразие. Фрактал предполагает точное повторение структуры на каждом последующем уровне. Если происходит отклонение в структуре, вы уже не можете говорить об идеальных фракталах, не так ли? Ну, вообще говоря, это определение точного фрактала не существует. То, что вы говорите, это Мандельброд в свое время такое дал. Ну, как сказать, не совсем точно, что можно сказать, что определение. Это, ну, как сказать, как математик говорит, дескриптивное, наверное. Ну, я подумал, я с утра чувствую себя, ну, как Мандельброд прямо, вот чувствую. Не, ну там, ну, в общем, в природе нет таких объектов, которые будут повторяться бесконечное количество раз. А математически, конечно, в идеальном случае такие объекты есть. Вот. И в частности, было предложено много найдено подобных структур. Но в природе они бывают, но вот, чтобы совсем точно повторялись друг друга, то есть, так называемый скеллинг, да, или масштабная инвариантность еще называют. То есть, она не всегда хорошо выполняется в природе. Более того, есть еще некоторые рассматривают некоторые структуры, как материальные структуры, как некие пространства дробной размерности, не целочисленной размерности. Хотя они вовсе не обязательно могут описываться, могут не обязательно иметь скеллинг, вот этот вот масштабный инвариантность, о котором вы говорили. Не всегда. Поэтому это вопрос спорный. Хотя, вот это вот такие картинки очень красивые, их много можно найти в интернете, они есть. Но реальные, вот то, что мы в природе видим, они намного проще, вот эти вот объекты, которые мы можем назвать фракталами. Но их еще называют псевдофракталами, потому что они все-таки являются неким приближением, ну, как сказать, некая материальная, грубая форма по сравнению с идеальными математическими фракталами. Ну, поэтому называют псевдофракталы, и чтобы их все-таки отличить от идеальных фракталов. Приведите, пожалуйста, пример интеграла с дробным порядком. Ну, таких много. Здесь, наверное, все-таки лучше сказать, наверное, об операторе интегрирования. То есть, или вы хотите, чтобы я что-то, какую-то функцию нашел, проинтегрировал? Нет, просто, чтобы мы поняли, как целый порядок отличается от дробных порядков в свете. Ну, давайте я сейчас приведу пример. Ну, те, кто изучал дифференциально-интегральное исчисление, наверное, хорошо знают, что производная константа равна нулю. А вот производная константы, скажем, порядка 1, 2, уже не будет равна нулю. Это будет, ну, какая-то степенная функция будет. Ну, как правило, во многих, смотря, опять же, каким... Такой порядок. Порядок, вот когда мы берем первую производную, это производная первого порядка. Берем вторую производную, это производная второго порядка. А как же может быть дробный порядок? А вот, получается так, что может быть и дробный порядок. Если мы вводим оператор дифференцирования, интегрирования, то он, смотря, как параметр там должен быть, который определяет порядок производный. Тогда это может быть производная там любого, например, вещественного порядка. Если вот д-оператор взять, о котором, я думаю, мы сегодня все-таки начнем говорить, там может быть порядок не только любой вещественный, ну, любой абсолютно вещественный порядок, ну, конечно, конечный. Либо это может быть даже любой комплексный порядок. Ну, или комплексный, как говорят. Математики говорят комплексный, да. И так они отличают своих от не своих. Свои говорят комплексный, чужие говорят комплексный. Ну, вообще говоря, я так считаю, что это правильно и так, и так говорить, как галоши или калоши, атомный, атомный. На это обычный ответ. Комплексные бывают обеды, а числа не комплексные. Если посмотреть в словарях, то там чаще пишут комплексные Но я тоже по старой привычке всегда говорю комплексные числа Или комплексные функции, или еще комплексный анализ Ну так вот, D-оператор дает возможность найти производную и интеграл любого вещественного, либо любого комплексного А в ряде случаев и переменного порядка То есть мы можем взять какую-то функцию и найти порядок, ну допустим, синус x Вот по переменной x А берем производную, скажем, по переменной y Вот такие получаются довольно интересные Ну это, да Теперь, вот какие бывают операторы Дробного дифференцирования, интегрирования Их очень много, я уже говорил, там, наверное, не меньше сотни А может и больше Никто их не считал Хотя один мой знакомый, профессор, говорит, я начал считать Досчитал до 38 И, говорит, конца и края там не было Потому что, ну, я не знаю, он, наверное, много времени затратил на это Ну, в общем, он сказал, что очень много Ну и мне тоже очень много встречалось Но вся идея заключается в том, чтобы данный оператор, который мы вводим Ну, в данном случае D-оператор Чтобы он в частном случае давал операторы дифференцирования, интегрирования классического анализа Ну, то есть он, чтобы он классический анализ содержал как частный случай в себе То есть в физике это называется принцип соответствия То есть дробное для классического будет 1 деленное на 1 То есть как бы можно записать целое число как дробное, правильно? Ну, целое, конечно, можно записать как какое-то Следовательно, классический анализ является частным случаем дробного анализа Ну, когда порядок производный и интеграл равен 1 Ну, или 1 деленный на 1, можно и так сказать Это будет частный случай И вот он дает, вот D-анализ на основе D-оператора Он дает в частном случае Больше ни одного оператора я не знаю Который в частном случае давал бы классический анализ А для этого нужно что? Прежде всего, чтобы из него следовало Чтобы из него следовало три основных соотношения для классического анализа Это производные степенных функций Производные степенной функции первого порядка Потом первообразные степенной функции первого порядка Ну, и в частном случае первообразная функция единица деленная на х Когда у нас получается... Наша аудитория не настолько подбита в математике Давайте скажите нам Какие задачи можно с помощью дробного анализа решить Которые невозможно решить с помощью классического? Можно решать задачи Мы уже говорили о фракталах О некоторых материальных объектах Которые можно рассматривать как объекты Как пространство с нецелочисленной размерностью Поскольку фракталы, которые чаще всего рассматриваются Ну, вот эти красивые картинки Там далеко не всегда мы можем найти порядок этого фрактала Который был бы целым числом Потому что в разных точках этого фрактала Размерность может быть разная То есть точка, где фрактал начинает ветвиться и повторять предыдущие Да? Вы имеете в виду это? Да, ну, здесь примеров много Ну, допустим, губка Менгера есть такая Там в разных точках разные размерности Если фракталы, так называемые, однородные Или еще гомогенные их называют Где размерность в любой точке Он должен быть погружен, да? Вот так Мы его взяли как некий материальный объект И погрузили в трехмерное пространство эвклидово Вот, и вот он имеет, этот фрактал, какую-то дробную размерность меньше трех И имеет сопряженный фрактал Который тоже имеет размерность меньше трех А в сумме они, когда мы их объединяем Они будут иметь размерность равную три Да, вот, равную размерности пространства В которые они погружены Вот так, ну, я стараюсь как можно поще говорить Или нет, или все, да, понятно Вот, и тогда, вот, на этом пространстве, на этом фрактале Мы можем задавать какие-то функции Какие-то процессы Которые можно описывать уже не классическим анализом А дробным анализом Ну, например, возьмем какой-то Такие вот, как Явление, как диффузия, например Или явление Теплопроводности Потом явление, так называемое, просачивание Если, там, в частности, перкаляция Когда жидкость, допустим, распространяется Через какой-то пласт породы горной Ну, например, нефть, да, или вода Что-то такое То это можно описывать уже с помощью дробного анализа То есть, когда вот это вот Или смесь нефти и воды Потому что особенно битумные нефти Их пытаются вытащить из-под земли способом обвоживания То есть заказывают горячую воду Горячую воду Так, чтобы она стала более подвижной И степень обвоженности достигает иногда 90% того, что идет из скважин И из практических задач Вот мы только что говорили с математиками из Азербайджана Вот, из практических задач нефтяники задают вопрос Если идет переменная, как бы, концентрация степень обвоженности Как рассчитать, сколько надо воды загнать И особенно, какая должна быть у нее начальная температура Это очень важный вопрос Потому что нагрев этой воды Она перегретая вода до 200 градусов Потому что пока она доходит до самой нефти Ее температура снижается до 100 градусов и так далее А с точки зрения перегрева Очень важно, на какую температуру надо нагревать И вот такие задачи задают математикам рассчитать 600 градусов, это вода уже светится То есть инфракрасным излучением Причем видно это излучение Не, но у них 600 нету, у них там 200 Ну там порядка 500 градусов уже видно Ну да, вот в частности я знаю в институте нефти Где-то в Москве, я не помню точно название его Там есть люди, которые занимаются вот именно подобными вопросами Есть у меня брошюры тоже написаны Вот как раз по поводу просачивания жидкости через такие вот среды Ну в частности песок там или пыль какая-то или еще что-то Горные породы Ну вот это все описывается Все описывается, но так называемая в математике это так называемая теория перколяции Есть, вот она описывает эти процессы Но вот эту перколяцию можно описывать с помощью дробных производных Ну опять же распространение тока в среде Если среда представляет из себя какой-то фрактал однородный Вот тоже можно описать Ну у меня это сделано Я видел у вас опубликована книга по дробному анализу Ну у меня две их опубликованы, я вам одну прислал Вторая немножко устарела, я могу ее вам тоже прислать Там правда оператор Я несколько лет работал, пока у меня не получился оператор Который, ну я не знаю, пока у меня не к чему придраться там А до этого я находил ошибки в этом операторе Приходилось их исправлять В основе этого оператора лежал оператор Адамара Который в 1883 году ввел Ну это был оператор дифференцирования Вот, хотя сам Адамар, насколько я знаю, ввел три оператора Ну вот один из этих операторов я использовал Ну он настолько сильно уже отличается от оператора Адамара Что, ну, во-первых, тот был только оператором дифференцирования Это уже оператор интегрирования Потом там были варианты, когда он расходился То есть для некоторых значений степенных функций А он для степенных функций разработан Вот там были расходящиеся моменты Вот их пришлось убрать Чтобы не было расходимости Еще один момент Там в тех операторах, которые вводили раньше Вот, и может быть и сейчас еще вводят Там не было такого важного момента Как производная Ой, вернее, первообразная Которая давала бы натуральный логарифм То есть функция х-1 Интегрирования для целочисленного порядка Ну вот это вот тоже пришлось обобщить соответствующим образом И получилось 5 равенств Для всей комплексной плоскости То есть для любого комплексного числа Ну а в частном случае это вещественные числа В частном случае это вещественные числа Ну и А среди вещественных в частном случае является единица То есть это классический анализ Ну и там есть доказанная теорема Даже две, хотя их можно и как одну теорему Что вот именно D-анализ дает в частном случае классический анализ И вот это, я считаю, замечательное следствие СД-оператора. Да, то есть, по сути дела, вы расширили математический анализ до более общей системы, в которой весь классический анализ стал частным случаем. Да, это очень частный случай, причем один из самых простых, и он еще особняком стоит во всем дробном анализе. Виктор Анатольевич, а кто ввел понятие дробный анализ? Вообще, термин дробный анализ я даже не могу сказать, когда он появился и где, но им уже занимались в 18 веке начали. Ну, это были какие-то отрывочные такие работы. Сейчас, я знаю, занимаются во многих областях, даже есть журналы, которые посвящены дробному анализу. Ну, я как минимум два журнала знаю, но они где-то в Америке, по-моему, издаются. Сейчас точно не помню, у меня там нет публикаций. У нас в России в некоторых вузах, ну, в университетах преподают дробный анализ. Ну, Таганрогский, потом Ростов-на-Дону, Нальчик. Вот насчет Москвы я точно не знаю. В Новосибирске там, насколько я знаю, тоже нет специалистов, которые занимаются дробным анализом. Ну, и опять же, каждый занимается, исходя из каких-то своих операторов. Ну, чаще всего, конечно, это оператор Риммана Льювили, который в частном случае не дает классический анализ. Это могу сразу сказать. И близкий к нему еще оператор Капута есть. Ну, они очень близкие, но все равно там есть некоторые различия. Ну, а также другие операторы, которыми занимаются уже значительно меньше. Вообще, эти операторы делятся, ну, можно строго разделить на две группы. Первая группа – это интегральные преобразования. Это как оператор Риммана Льювили, Капута. Там два оператора... То, что... Так, два оператора Адамара, потом оператор Вейля. Ну, в общем, их много. А еще... В общем, операторов много. Это просто интегральные преобразования, которые сформулированы в классическом анализе. Вот что самое интересное, что не выходя за рамки классического анализа, они ввели оператор. То есть, нет обобщения никаких здесь. Просто в рамках самого анализа они хотят обобщить. Это не совсем правильно. Но другой тип операторов – это так называемые локальные операторы. Это какие-то алгебраические преобразования над функциями. Но вот то, что у меня, D-оператор, это используются степенные функции. Самые простые функции, которые есть в анализе, которые используют. Через степенные функции мы можем выразить другие элементарные функции там и так далее, и так далее. Вот была программа Адамара, когда он ввел свой локальный оператор. Он решил, что можно все создать анализ на основе оператора и функции, которые выражаются через степенные ряды. Ну, про степенные ряды, наверное, многие слышали. Это, в частности, ряды Маклорена и немножко более общие ряды Тейлора, через которые выражаются многие элементарные и специальные функции. Ну, в общем, очень многие выражения выражаются именно через степенные функции. Ну, так вот, но когда Адамар об этом говорил, он имел в виду ряды, у которых степени между элементами рядов отличаются только на единицу. Ну, он почему-то, я не знаю, Адамар все-таки выдающийся математик, но не догадался, что нужно брать именно не ряды с шагом 1, вот как я сейчас сказал, а нужно брать именно с тем шагом, порядок которого используется. Ну, скажем, если оператор, скажем, порядка 1, 2, значит, нужно и функции представлять через ряды порядка, которые отличаются на 1, 2 степень 1, 2. Ну, допустим, была степень 0, потом x 0 степень, x степень 1, 2, x степень 1, x степень 1, x степень 3, 2, x степень 2 и так далее. Вот примерно так. Ну, и тогда получается, что мы можем через подобные, как дробно-степенные ряды, выражать очень многие функции, которые будут работать в анализе. Вот анализ мы можем тогда, вот этот, из общих представлений, перейти к каким-то частным представлениям. Я уже говорил, что мы можем построить классический анализ, просто используя D-оператор, да. Ну, так никто не делает, это и не нужно делать. А вот другие направления анализа, ветви мы можем построить, исходя из D-оператора. Ну, например, частный дробный анализ. Ну, дробный анализ порядка 1, 2. Тогда там будут производные интегралы, равные 1, 2. Можем, там, 3 равен, производные интегралы будут все кратны 3. Или 3 вторых. Мы можем взять, в конце концов, даже иррациональное число, допустим, π. Ну, взять, развить анализ, там, порядка π. Это будут производные порядка π, и интегралы первообразные порядка π тоже. Да. Виктор Анатольевич, наше время уже подходит к концу. Позвольте мне сделать, как бы, обобщенный вывод. И поправьте меня, если я ошибусь. Хорошо? Хорошо. Итак, значит, Виктор Анатольевич Чуриков занимается дробным анализом. Он написал книгу «Краткое введение в дробный анализ целочисленных порядков». Дробный анализ, несмотря на свое слово «дробный», есть общие методы математического анализа, в то время как классический анализ становится лишь частным случаем дробного анализа. Так? Да, только это для д-анализа, а для других направлений это не проходит, потому что там, в частном случае, не получается классический анализ. К сожалению, но так получилось. Мы уже это сказали. То есть, применимость этого включает в себя элементарные функции, гиперболические функции целочисленных порядков, тригонометрические функции целочисленных порядков. Для напоминания, тригонометрические функции, они проистекают из соотношения между углами, да? Ну да, они вводятся по-разному, но в частности, это на основе прямоугольного треугольника, там синусы, косинусы. Ну, если вот синус, это отношение гипотенузы к противолежащему катету, а косинус это отношение длины гипотенузы к прилежащему катету. А непосредственно вклад Виктора Анатольевича в том, что в его работы введен D-оператор, в котором удалось устранить недостатки оператора Адамара и недостатки предыдущих версий D-оператора, да? Ну, предыдущая версия, самая первая, это, наверное, оператор Адамара, самая первая версия D-оператора, да? Удалось и обобщить, с одной стороны, и устранить недостатки. Но там появляются свои особенности, которые для человека, знающего обычный анализ, кажутся очень странными. Я могу перечислить, если время есть? У нас истекло время, мы обычно уделяем один час, и у меня есть другие записи. Мне кажется, что мы допустимо, возможно, объяснили просто, чем вы занимаетесь, что как раз не частным случаем чего-то общего, а более общим случаем того, что считалось достаточно общим. И мы обсудили практические применения, то есть практические задачи, которые могут предлагаться вам. При успешном использовании ваших работ можно будет построить компьютерные программы, где автоматически будут вводиться данные прямо с установок, прямо с этих непосредственно практических вещей. Они будут производить по определенным алгоритмам определенные подсчеты и давать необходимые данные. То есть это очень применимо для улучшения в самых разных областях. Так? Да. Ну вот замечательно. Большое вам спасибо от всего благодарного человечества, который еще утром не знал, что такое дробный анализ. Потом ему показалось, что это что-то незначительное, потому что он же дробный. А вот в конце нашей передачи стало ясно, что дробный анализ становится областью математики, где классический анализ занимает место частного случая. На этой высокой ноте позвольте нам закончить. И я надеюсь, мы будем продолжать вот то, что вы перечислили ваши интересы. Меня очень интересуют те же области. И лазеров, то, что вы сказали там, и прочие вещи. Кроме того, предлагаю посмотреть нашу прежнюю передачу о рентонах. Да-да, я посмотрел уже. Правда, не всю посмотрел. Вы-то ее посмотрели, потому что мы ее записали. Я имею в виду, другим тоже посмотрели. Да, я обязательно, пока случаев таких не было, но я обязательно буду советовать. Да. Огромное вам спасибо. Вам большое спасибо тоже. Но, к сожалению, мы смогли только чуть-чуть прикоснуться к этой причине. Мы не ставили цель проводить академический курс. Наша цель достигнута. Мы хотели объяснить в общем, что есть дробный анализ, зачем он нужен, как он возник, какие задачи решают. И мы свою задачу выполнили. Хорошо. Я выполнил задачу, я всем показал, какой я умный. Вы выполнили задачу, что всю жизнь вы занимаетесь не какими-то непонятными формулами, а очень важным делом. Все довольны. К тому же, по статистике, до этого момента досмотрит дробная часть процента тех, кто досмотрит. Я думаю, что доля желательно, чтобы она была как можно ближе к единице. Ну, это если в кого-то из нас чисто какая-то девушка влюбится и будет чисто просто говори о ной, не умолкай. Ну, если нас еще и девушки смотрят, то это вообще замечательно. Ну, некоторых это прямо возбуждает. Вы что? Да. Девушки бывают умные, и это очень приятно. Ну, да, у нас даже были математики, Ковалевская. Да. Сама Софья Ковалевская. Да. Отлично. Большое спасибо. Вам большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok